Музыка Я рад приветствовать всех у себя в гостях на ферме по выращиванию микрозелени. Мы находимся внутри помещения. Здесь уже тепло, светло, комфортно. Растениям созданы все благоприятные условия для их активного роста. За моей спиной находится мой первый экспериментальный стеллаж по выращиванию микрозелени. Собрал я его из брусков и реек. Стеллаж получился четырехъярусным. На него установил металлические поддоны, по которым будет стекать в дренаж вода. Также сделал освещение из LED-ламп. Ну и стеллаж уже готов выполнять свои непосредственные задачи. И скоро он будет загружен на полную мощность. После того, как стеллаж будет опробован и проэкспериментирован, и если он оправдает все мои надежды, при сборке следующих стеллажей я обязательно с вами поделюсь своими наработками. В дальнейшем я планирую для каждой культуры подготовить инструкцию по выращиванию, в которой будет прописан весь технологический процесс от подготовки семян до получения готовой продукции. И практическим путем, методами экспериментов, довести ее до совершенства, чтобы получать качественную, максимально вкусную и полезную микрозелень. Своими наработками я обязательно буду делиться с вами. Надеюсь, что видео будут максимально интересные, полезные и познавательные. Так что, все самое интересное еще впереди. Ну а сейчас я хочу показать, что было сделано за лето и осень. Начну с внешних очертаний, с улицы, а потом мы перейдем сюда вовнутрь, и я уже покажу и расскажу, что сделано внутри. Юго-западная стена полностью сделана из поликарбоната в два слоя. Между поликарбонатом 10 сантиметров. Закрепил поликарбонат саморезами кровельными. Дополнительно вырезал шайбы для надежности, чтобы поликарбонат не сорвало во время ветра. Ну а так, вроде как, плотно он лег, надежно. Между домом и фермой щель заделывать пришлось монтажной пеной. Так вот, снизу до верха. Вот, а наверху еще предусмотрел вентиляционное отверстие. Северо-западная стена наполовину сделана из поликарбоната, также в два слоя. А низ из плит ОСБ тоже в два слоя, а между ними уложен утеплитель. С этой же стороны вывел канализацию, трубу 50-ю. С этой стороны у меня также выход трубы из газового котла. Вход у меня со двора. Стену сделал глухую. Также в два слоя плиты ОСБ, а между ними утеплитель. Дверь таким же образом сделана с утеплителем внутри. С этой стороны предусмотрел вентиляционное отверстие. Пока в зимнее время закрыл их. Но по возможности, наверное, буду их открывать. С чердака завел электричество. А теперь пройдем вовнутрь. На входной стене расположил электрощит, розетка, выключатель и моя метеостанция. в данный момент показывает внутри 23,1 градус, снаружи минус 2,5. Влажность 33%. Теплом ферма обеспечена из трех источников. В первую очередь это, конечно же, газовое отопление. Для этого я установил два радиатора отопления, подключив подключив их через пластиковые трубы, выведенные из дома. Второй источник это вентиляция из дома, из которой неплохо, на мой взгляд, поступает тепла из дома. Да и в доме дополнительная вытяжка не помешает. Ну и третий источник это труба от котла, которую пришлось удлинить на 3 метра. Я удлинил только внутреннюю трубу, которая нагревается за счет работы котла и сгорания газа. А приточную я оставил как была. То есть воздух в котел поступает изнутри фермы. Труба неплохо греется и отдает тепло. И вот суммировав все источники тепла, я надеюсь, что расход газа на отопление фермы увеличится незначительно. Зимнюю вентиляцию планирую сделать через рекуператор, то есть через теплообменник. За счет чего ферму в зимнее время с улицы поступая холодный воздух будет согреваться за счет так сказать отработанного теплого воздуха, который выбрасывается наружу. И это еще один немаловажный момент экономии тепла. О сборке и работе самодельного рекуператора я сниму отдельное видео и обязательно с вами поделюсь. Сейчас самое главное запустить проект и начать получать первую микрозелень. А практика уже покажет, что необходимо изменить или доработать. на этом я пожалуй закончу свой обзор фермы. Всем удачи, до новых встреч! Субтитры